Доброе здоровьица! Пришла масса ответов, пожеланий на видео обидели, унизили и прочее, прочее, прочее. Значит это видео я сделал в основном для вас. Ну вот некоторые замечания от Андрея. И я заранее хочу сказать, что возможно ваше первое замечание или там то, что вы написали, как-то я не совсем воспринял. Вот сейчас разберемся подробнее. Итак, Андрей пишет. Геннадий, как-то писал вам о том, как вы повлияли на все течение моей жизни и здоровья. Но несмотря на обшивление, тоже возникают вопросы. 63ру был просто груб и глуп. Но вопрос есть и у меня и почти такой же. Вы делаете работу железом. Железо дает мотивацию. Уму легче увидеть результат и продолжать нагрузки. А лишний вес при правильном питании откуда? Сразу отвечаю. Я не считаю, что это у меня лишний вес. Я с этим весом чувствую себя комфортно. Вот знаете, вот я специально ничего не набираю, специально ничего не сбрасываю. Вот как оно есть, так и есть. И вот это с этим весом не нормально. Может показаться это лишнее, может показаться кому-то недостаточным и так далее, и так далее. Просто по своим ощущениям я вам скажу, я чувствую в нем комфортно. Привычка к насыщению. Да я бы не сказал уже, знаете, привычка к насыщению. Или как? Уже с возрастом не те, не те привычки, не те, не те желания. И как-то уже это все отпало. Как-то написал вам о пульсе 40 минуту при нормальном давлении 110 на 70 и что задержка на выдохе 2 минуты 48 секунд. Вы бы сказались, что давление, пульс не показатель, а также задержка на выдохе. Ну и выводя итог, вес давления, пульс и внутренние резервы роли и не играют, и ничего не показывают. Ну а у вашей реакции на Грубияна лет в 12 старший сказал, то есть, я так понял, Андреев, убери живот и вырасти до 180 см. И знаете, так и сделал. Короче, то, что кажется вначале ядом, потом становится нектаром. Но насчет железа, вам виднее, мне 64 см. И спаррингу со средними, профи боксерами делаю это для мотивации. Но 90% это практики и работа с дыханием. Бокс только для мотивации ума, поставленного в опасность. Он с годами ленивым становится. Но насчет грубости, за добро всегда надо расплачиваться. Значит, сразу же хочу вот следующее подчеркнуть. Возможно, вот человек я живой, как говорится, со всеми слабостями и так далее. И вот как-то я эту информацию первую не воспринял. Итак, смотрите. Если человек занимается собой и в результате этих у него давление становится 110 на 70, а пульс 40 в минуту, это говорит о том, что великолепное сердце, великолепные сосуды. Я вот не буду так сказать, ничего так не преувеличивать, не преуменьшать. Это великолепное здоровье. Вообще-то сердце работает, представьте, это как бдюм, и только кровь пошла. То есть мощь накачает сердце, сосуды чистые, нигде нету никаких затычек, которые приводят к давлению. То есть это великолепнейший показатель. Так, задержка на выдохе практически 3 минуты. Что такое задержка вообще на выдохе? Задержка на выдохе, это говорит о вашей энергетике. Не столько там, знаете, да, и столько она будет говорить о том, что у вас действительно колоссальный резерв, колоссальные запасы вот этих всех, знаете, жизненных резервов. И плюс это говорит об огромной энергетике. Чтобы задержать дыхание настолько, в первую очередь нужна энергетика. Да, и вот как раз работа с дыханием, работа с дыханием как раз это обеспечивает. И вы знаете, что я вот в связи с вот этим хочу сказать? Вот если вам показалось, что я как-то вот недостаточно уделил внимания вам, как-то вот ответил там непонятливо, или там даже вот как бы сказать, вы несколько раздосадовались на меня, еще разок напишите, правильно я вас понял, что вы там сказали, вот так вот, вот так вот и так. Поэтому, Андрей, я просто-напросто, знаете, извиняюсь перед вами. Вы в великолепной форме, чего хочется желать всем. Итак, продолжайте. Насчет себя я сказал. Я в данном весе чувствую себя комфортно. И я уже был и большим, и был и маленьким. И я сейчас занимаюсь вот своим вот этим делом, которое мне нравится. И чувствую себя нормально. Так держать, еще разок приношу свои извинения за свою невнимательность к вам. Тем более вы спонсор. Так, Снежная Надежда написала. Геннадий, конечно, для здоровых лбу ваши рекомендации не нужны. Поэтому хамять. Некоторым не подходят ваше лечение. И от этого тоже оскорбляют. Я не сказал, что лечение, вот какое-то мое лечение. Я сейчас как раз вот выставляю свои книги, уже в аудио книги. Читаю, насколько же там колоссальное количество знаний по разного рода предметам. Так, смотрите, некоторым не подходит ваше лечение. Что касается лечения, в первую очередь, любое по-настоящему правильное лечение сводится к тому, чтобы просто-напросто нормализовать работу организма. И, как правило, эта работа в основном заключается в очищении. Вот, подходит это вам, не подходит. То есть вы, как бы лучше сказать, вы просто-напросто не смогли найти ключик к себе и пожелать заняться своим здоровьем нормализацией собственной внутренней среды. Ну, что-то у вас там не получилось. И тогда вот как-то это не подходит. Это подходит для всех нормализация внутренней среды. Потому что любое заболевание говорит о том, что имеется отклонение. И пока это отклонение не устранено, это заболевание будет хроническим. А любое другое лечение, знаете, которое накидывает туда-сюда, туда-сюда, не делая вот этой фундаментальной работы, оно просто-напросто обречено на неуспех. Так, поэтому кто-то это оскорбляет, не оскорбляет. Итак, поэтому пусть каждый изучает свой организм и слушает, и хочет делать, хочет нет. И вообще, ну их, я вот совета хочу спросить. Сейчас много лейкемии и у детей, ни с того ни с чего родители здоровы, собирают бешеные деньги на лечение, у врачей вообще совести не осталось. А вот что бы вы посоветовали? Знаете, мне кажется, что вот это вот все эти ранние детские такие заболевания, следствие того, что современное питание, современная медицина, современная жизнь внесли свои коррекции. И в результате от этих коррекций, а и чем дальше мы живем, тем видим их еще больше, толка не будет. Человек это организм, который огромным количеством времени, там, я не знаю, десятками, сотнями тысячелетий, его организм был природой приспособлен к тем или иным условиям. Что только не было, и эпидемии были, и это были, и так далее. А люди как жили, так и живут. Ну меньше, потом больше, ну меньше, потом больше. То есть резервы у нас огромнейшие. И поэтому, поэтому попытка вмешаться в нашу отлаженную систему приводит только к ее сбоям. Ну вот отсюда тогда вот такие вот вещи. Владимир Пташкин, 30 часа назад, он вот интересное такое замечание сделал. Геннадий Петрович, мы с вами, мы вас любим и поддерживаем. Вся империя Джо Вейдера и Бена Вейдера, их два брата, построена на анаболиках и гормонах роста. Значит, насчет этого, что я могу сказать. Я совсем недавно и хочу сейчас еще пересмотреть фильм про них. Оказывается, сняли про них фильм. Это два брата, один постарше, другой помладше. Детство у них выдалось такое, что особенно старшему приходилось работать и помогать своей семье. Отец поддерживал, а мать их что-то не взлюбила. Вы, кстати, можете посмотреть этот фильм, он называется «Олимпия». Мать не взлюбила, родился старший, она сказала «О, я хотела девочку, где девочка, меня тут что-то обманули». Вот, и сколько было, наверное, лет 7-10, ну, может быть, чуть побольше старшему Джо Вейдеру. Помогал родителям там, разносил, знаете, вот есть дети, которые постоянно что-то разносят, что-то так далее, какую-то копеечку заработать, чтобы помочь. Тут хулиганы на голову его больше, старше, деньги отнимают, избивают. И вот это побудило его к тому, что он начал заниматься с тяжестями. Начал заниматься с тяжестями для того, чтобы дать отпор, ну, и выглядит хорошо. Вот ему нравилось человеческое тело. И опять-таки, когда он более-менее там что-то там подкачался, матери его говорят, что он, мол, как этот, как Тарзан выглядит на базаре, такой неприятный, такой, мол, какой-то большой, такой, это, мол, некрасивый, это непонятно. Ну, короче, мать их что-то не поддерживала никак, отец еще более-менее. И вот они, вернее, Джо потихонечку начал с того, что вот хорошая фигура, это хорошее здоровье, это сейчас вот как раз для нашего населения. То, что надо, своеобразная гимнастика, вот эти спортзалы, гантели и так далее, и так далее, и так далее. Вот вроде бы все хорошо, журнал, все это началось распространяться, потом он непосредственно пришел к одному ученому или врачу и говорит ему, кто-то говорит, вы на прием пришли? Он говорит, нет, я вас пришел на нет на работу, для того, чтобы вы вот с научной точки зрения обосновали рацион, обосновали там какие-то витамины принимать, ну, так далее, так далее, так далее. То есть, все это вот в начале было очень и очень хорошо. Какие-то годы-то были, там сороковые, наверное, народ, вот это все телостроительство, он не понимал, не приветствовал. И вот именно Джо Вейдер, и потом подключился Бен Вейдер, им пришлось совершить огромнейшую работу для того, чтобы вот как-то вот это вот все дело показать, знаете, лицо и заинтересовать молодежь, заинтересовать государство в том, что должны быть здоровые люди. Ну, там, естественно, конкуренция, там, естественно, злоба, ненависть, делешь этих денег и прочее, 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 привело к тому, что, я бы даже не сказал, что в этом виноват братья Вейдеры, виноваты. В этом виноваты, скорее всего, сами люди, которые погнались за вот той легкостью, которую им могут в телостроительстве предоставить вот эти препараты. Не столько заниматься, сколько вот раздуться от этой химии, там, пару раз сделали. Вот поэтому я как-то, знаете, вот Вейдеров уважать, уважаю. Они собрали различные методики, выпускали журналы, сделали действительно вот эту империю по производству снарядов, спортзалов, организовали вот этот конкурс. Ну, вот, все имеет свои какие-то отрицательные стороны. Вот, что я вам и хотел сказать по поводу, по поводу вот этой вот нашей обиды и так далее. В основном, я написал для вас. Мне хотелось, как раз у нас в прямых эфирах разбирались вот эти все там обиды, как и что там обидели Наташеньку нашу. Как поступать? И вот тут как раз примеры. Я решил вот именно на этом примере и разобрать, как я поступаю. Могут другие поступить по-другому. Но я вот сделал вот так вот, чтобы как-то это было наглядно. И как я это понимаю? И весь мой вот этот вот блог, канал, как хотите назовите, это вот больше рассказ о себе, с чем я сталкиваюсь, что преодолеваю, потому что окружающая нас обстановка и люди – это средства, которые позволяют нам духовно расти. Видите, как интересно все закручено. И если этого не будет, ну тогда, ну тогда, тогда. Субтитры сделал DimaTorzok